Приветствую вас! Я думаю, что одно из главных чувств, которые вы испытываете, это чувство стыда, в первую очередь, как мне показалось. Чувство стыда и чувство, знаете, как самопичевание за то, что у вас есть определенные потребности, определенные желания. И на самом деле, как мне кажется, не столь важно, какие это желания, не столь важно, что это за желание. Мне кажется, что гораздо важнее ваше к ним отношение. И если что-то вам и мешает жить, то пожалуй, именно ваше отношение к этому. Вы говорите, что не можете открыто проявлять это, потому что такие вещи недолго остаются. И здесь сразу возникают вопрос. Вопрос цены. Потому что одно дело, если вы такой действительно публичный человек, на котором, допустим, много чего завязано, на котором много, ну, на котором много сходится, допустим, людей. Это одно дело. И совсем другое дело, если вы человек такой совершенно обычный, не воспримите это, пожалуйста, как вот что-то такое негативное, да, я ни в коем случае не хотел бы вас обидеть, ни в коем случае не хочу вас обижать. Просто имею в виду исключительно вопрос здесь вашей известности. И мы здесь исключительно говорим здесь о вопросах вашей, ну, о вопросах того, как много, например, людей вас знают, допустим. Да, вот я исключительно об этом сейчас говорю и только об этом, да, не о том, что вы какой-то плохой, если, например, не обладаете какой-то известностью. Вот, поэтому, кстати, я прошу вас отнестись максимально лояльно к тем вещам, которые я говорю, потому что, мне кажется, это важно. Так вот, мне кажется, мне кажется, что вам нужно здесь для себя сформулировать или сформировать, как угодно это называется, вопрос цены. Вопрос именно, что цены, потому что, если вы, например, считаете, допустим, если вы считаете, что ваше увлечение, ваше желание не стоит тех, например, усилий, которые вы хотите и могли бы приложить для того, чтобы это реализовать, если вы считаете, что последствия для вас гораздо более негативные, нежели чем реализация своих желаний, то конечно, это один момент, и тогда можно говорить как-то о том, например, ну, допустим, того или вы на самом деле хотите, да, то есть можно в таком случае говорить о том, что в действительности вам, может быть, хотите, ну, хочется чего-то другого, например. Или, может быть, вы, опять же, просто здесь в какой-то степени сталкиваетесь с проблемой стыда. Вот. Но другое дело, если в глубине души вы чувствуете, что вам не особо-то и важно, важны эти последствия. Если то, о чем, например, вы говорите, это просто по привычкам, следование по привычке каким-то нормам, которые вас не сказать, чтобы особенно сильно вдохновляют. Вот. То есть тут, мне кажется, нужно максимально быть честным с самим собой и в первую очередь для себя самого прочувствовать, что я хочу, вот, и что я готов для этого, вероятно, сделать. Потому что если я чего-то хочу, но делать особо ничего для этого не готов, то, может быть, и желания у меня совсем другие на самом деле. Например, вы упомянули о том, что как будто бы, как будто бы боитесь идти на сближение с человеком, как будто бы боитесь идти на сближение с гипотетическим партнером, как будто бы боитесь идти на сближение с девочкой или девочками, вот, и это может быть, говорит о бессознательном страхе отказа. Короче говоря, как вы, я надеюсь, поняли, здесь есть множество нюансов, на которые необходимо обратить вам свое внимание. Вот, нюансов много, нюансы достаточно деликатные в силу той сферы, в которой они касаются, и поэтому мне бы не хотелось рубить с плеча. Это первое. Что касается, в принципе, природы ваших переживаний, природы ваших чувств, то здесь ситуация довольно-таки традиционная. Дело в том, что человек, который не чувствует себя в безопасности, человек, который любит в той или иной степени контролировать, любит в той или иной степени контроль, такой человек будет стремиться к тому, к чему стремитесь вы. Почему? Потому что в положении, к которому вы стремитесь, вам будет спокойнее, вы будете чувствовать себя гораздо более защищенным, нежели чем в другой сфере, нежели чем в другом аспекте, давайте скажем так. Вот. То есть вам хочется определенного положения в отношениях, которое помогло бы вам почувствовать себя в безопасности. И в данном случае, когда мы говорим непосредственно об этом, эта позиция абсолютно нормальная. В ней, в этой позиции, нет чего-то странного, в этой позиции нет чего-то аномального, в этой позиции нет чего-то критического и так далее. Я бы сказал, что чувствовать подобное, что чувствуете вы, абсолютно норма. Но другой вопрос. Вопрос куда более важный, как мне кажется, заключается в том, каким образом у вас отсутствует потребность, у вас отсутствует чувство безопасности, и каким образом вы приходите к тому, чтобы контролировать ситуацию. Контролировать себя, свою жизнь может быть, я думаю, что для вас это вряд ли является секретом. Понимаете, да? Поэтому крайне важно, чтобы вы увидели, постарались увидеть, по крайней мере, что вам угрожает, если угрожает, что вас напрягает, если напрягает, чего вы боитесь, если боитесь и так далее. То есть несколько лучше замечали бы себя, свои чувства, свои реакции, свои переживания, если угодно. Сейчас у вас это получается не очень хорошо. И вот это уже могло бы, как мне кажется, существенным образом продвинуть вас в вопросах понимания себя. В вопросах чувствования себя и в вопросах принятия себя. Вот. Вполне возможно, что, решив свои достаточно такие, ну, серьезные, значимые проблемы, например, связанные с чувством, с необходимостью чувствовать защищенность и так далее, вы могли бы для себя существенно ослабить свое влечение, вот, существенно ослабить свои потребности, вот. И решить, что с этим делать. Дальше. Вот. Я бы сказал так. Теперь пару слов мне бы хотелось посвятить тому, чтобы несколько раскрыть особенности. Дело в том, что вам 30 лет и у вас формировались некоторые желания и некоторые стереотипы. На мой взгляд, на мой взгляд, эти желания можно, конечно, убрать, призубить и так далее, можно перенаправить. Вот. Ну, а вопрос, как мне кажется, заключается в том, насколько это, это целесообразно. Потому что, не будете ли вы более несчастливы от того, что, возможно, потеряли или потеряете элементы наслаждения. Но мне кажется, что здесь нужно быть очень внимательным к вам, очень деликатным, к вам очень, я бы сказал, чутким. Вот. Уничтожить что-либо легко, вот, сохранить гораздо сложнее. Поэтому мне кажется, что поначалу вам бы просто в какой-то степени в себе разобраться, посмотреть, что же мне хочется, чего я хочу, в чем я нуждаюсь и какой у меня вот есть, например, внутренние конфликты. И противоречия уже тогда думать, что с этим делать. Дальше. Мне кажется, что здесь самое главное не спешить. Вот. Мне кажется, что здесь самое главное не торопиться. Вот. Может быть, имеет смысл обратиться к сексологу, но, честно говоря, я не увидел у вас чего-то прямо такого, откровенно, плохого. Да, при достаточно развитых навыках, например, общения. Вот. При достаточно развитых навыках, например. Ну, взаимодействия, да. Вот. Вот. В принципе, не сложно вам будет подобрать партнера, который разделял бы ваши взгляды, ваши ценности. Вот. Который бы получал удовольствие от того, что нравится вам так же, как и вы. И я в этом не вижу ничего-чего-то запредельного. Но. Необходимо поработать с тем, что вас для начала, конечно же, так скажем, сбивает, что вам мешает, что не позволяет вам быть собой. Вот. Понимаете? Я бы сказал, что в тексте у вас достаточно откровенно все написано. Вот. Я бы сказал, что, ну, очевидно, что вы вот свои желания сублимируете всегда в текст. Вот. Это довольно явственно ощущается. Вот. Я не вижу в этом ничего плохого. Повторюсь. Ага. И так же ощущается, что у вас есть, ну, как мне видится, довольно серьезные сотрудничества с общением и отношением с людьми. Вот. К сожалению, как мне кажется. Вот. И может быть, может быть, немаловажным моментом является еще и то, что вам не особо интересна ваша жизнь. Может быть, немаловажным моментом является именно это. Конечно, это, опять же, из области, скорее, предположения. Вот. Потому что, ну, понятно, что я этого знать наверняка не могу. Вот. Но выглядит на данный момент все так. То есть вам как будто бы достаточно сложно идти на сближение, допустим, с девушками. Достаточно тяжело как будто бы вам это дается. Вот. И вы в итоге многие вещи проживаете просто в себе. Вот. Вот. Не говоря об этом и не выражая это, потому что стыдитесь. Ну, вот. Мне кажется, что... Скажи, может быть, такую немного странную вещь, но... Мне кажется, что вы даже, может быть, не привыкли пробовать на вкус эмоции от того, что вам хочется. То есть вот вы не привыкли чувствовать то, что вам нравится. Проговаривать это в какой-то степени. Вот. И именно, 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 вот. Проживать это. Вот. Такого опыта, мне кажется, у вас нет. Тем не менее, данный опыт является очень важным. Тем не менее, данный опыт является необходимым. Тем не менее, это то, без чего каждому из нас, в том числе, было бы достаточно тяжело и трудно. Вот. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы находились с этим в контакте, чтобы вы не пытались с этим как-то бороться или это подавлять. Повторюсь, извращения никакого у вас нет. У вас нет нарушений психики. Так. По крайней мере, по вашему описанию это не очевидно. От слова совсем. У вас есть просто некоторые особенности, но некоторые особенности ни в коем случае не являются чем-то негативным. Вот. Некоторые особенности не являются патологией. Да, не могут этой патологией стать, но скорее у них больше шансов стать патологией вот тогда, когда вы ведете себя по отношению к себе же. Да. Вот. Таким образом. То есть, больше шансов, что это станет патологией. Именно когда вы себя сожимаете, именно когда вы, может быть, не позволяете себе быть собой, когда вы стыдите себя и так далее. Тут гораздо больше вероятности того, что это станет патологией, потому что вы это постоянно задумаете, оно постоянно находится в борьбе и постоянно должно становиться сильнее, чтобы выжить. Но если же смотреть на эту потребность с точки зрения способов удовлетворения, то в таком случае потребности просто не обязательно быть. То есть, ну, потребность просто не нужна и просто не нужно становиться сильнее, не нужно привлекать к себе внимание. Вот. Подумайте, пожалуйста, об этом. Я порекомендовал вам психотерапию, я порекомендовал вам поисследовать свою личность. Вот. Обращайтесь за помощью к любому из понравившихся вам специалистов. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.